Владимир Васильевич, сейчас вскрылась проблема, во всяком случае, мы знаем об одном случае, который сейчас в разработке Следственного комитета, о работе реабилитационного центра для наркозависимых и алкоголиков. На Ваш взгляд, когда это дело появилось, это вскрыло проблему того, что нет системы для работы таких центров, или это нельзя вообще считать каким-то местом для помощи таким людям? – Прежде чем назвать его центром, или отделением, оно должно получить какие-то документы. Минимальные правила игры отработаны по реабилитации. Есть медицинская реабилитация, которая выходит из недр Министерства здравоохранения Российской Федерации, где все четко прописаны. Порядки, правила игры, которыми как раз и руководствуются и силовики. И вот эти порядки и правила, они как раз в рамках законодательства. Что касаемо вот таких подразделений, которые, будем говорить, собираются по мнению тех, кто их делает для благих целей, они тоже подчиняются минимальным правилам игры, которые прописаны в антинаркотической политике нашей до 30-го года. Там, значит, говорится о социальной реабилитации, говорится далеко не до конца. Вопрос этот не проработан законодателями, потому что очень много там вопросов, связанных как раз вот с тем, что случилось сегодня и сейчас. То есть не определены там ни мастерские, ни где должны работать, ни кто как. Не определены ни организации здесь, в данном случае, на базе которых должны работать эти ребята, кто туда попадает. Как бы эти центры, они должны быть под Министерством социального развития, да, и они должны выполнять свою роль как не медицинская, а социальная реабилитация. Ну, в данном случае я такого центра, к сожалению, не знаю. Некоторых из ребят, которые там это все организовывали, мы знаем. Во всяком случае, сотрудники наши, которые занимаются реабилитацией, они знают. И не раз вот мы собирали совещание на уровне Министерства здравоохранения, куда не раз приглашали как раз вот данные центры в кавычках для того, чтобы как-то, ну, оформить их в нашем сообществе. Не в медицинском сообществе, а в сообществе Оренбургской области, которое должно заниматься как раз вот социальной реабилитацией. Но ответные реакции мы у них не увидели, потому что вот каждый центр, который такой, допустим, открывается на территории, они должны иметь, опять-таки я из антинаркотической политики нашей Оренбургской области говорю, должны иметь соглашение с нами о том, чтобы мы были в курсе, кто там, что, как происходит процесс так называемой реабилитации. И они должны обязательно готовить документы для того, чтобы войти в тех людей, которые поставляют вот эти социальные услуги. То есть в реестр поставщиков услуг по медицинской, ой, по социальной реабилитации. Вот и все. В данный момент мы ни того, ни того не видим. Ни по одному центру в области? Нет. Вот на сегодняшний день один только центр, с которым мы имеем договор, остальные все существуют. Он в Оренбурге находится? Существует. Да, он в Оренбургске. Должны быть вот эти все мероприятия по правилам игры, которые даже вот по тем минимальным, которые определило правительство. По законодательству, которое на сегодня существует, на реабилитанта не должно оказываться ни психологическое, ни физическое воздействие, направленное на удержание. То есть вопрос становится так. Будешь лечиться? Буду. Или не буду? Вот надо этим руководствоваться. А если взять вот за мой небольшой опыт работы, да, 40 с лишним лет, я не видел ни одного, ни алкоголика, ни наркомана, который в течение дня говорил одно и то же – хочу лечиться или наоборот – не хочу лечиться. Вот сейчас, пока он сидит с тем, кто его уговаривает на лечение, уговаривать нельзя. Он говорит, да, буду. Вышел вот из этого стола, из стула, да, поднялся, вышел и говорит, не буду лечиться. И вот эти амбивалентные тенденции у любого наркомана, у любого алкоголика на протяжении почти всей жизни. И если мы говорим, что, да, наркоман или алкоголик излечился, такого не бывает. Бывших наркоманов и бывших алкоголиков не бывает. Вот эта вот ноша, этот груз, огромный груз влечения, не только психологического, но и физического, вот эти вспышки, когда очень серьезно получают доктора, вот те, кто занимается реабилитацией особенно, там, они человека вылечили, да, поставили на ноги, вот полтора года, все нормально. И вдруг в один из дней человек получает стресс и опять уходит туда же. А болезнь такова, а это и есть болезнь, что идет постоянная проградиентность. То есть лечится человек, не лечится, в ремиссии, не в ремиссии, но проградиентность идет. И чем дальше, тем срыв будет более тяжелый. Мы поэтому очень часто видим смертельные исходы у тех наркоманов, которые много-много лет, значит, не употребляли наркотики, потом употребили ударную дозу и все. Мы читаем сейчас данные по, допустим, этим реабилитационным центрам, и там, как правило, не указывается, что есть медицинские работники, там есть психологи работают. Это допустимо или все-таки медицинская работа должна быть в работе? Вот, не услышали вы меня. Должен быть договор с медицинской организацией, которая, как бы, я еще раз говорю, вот до конца правила игры не определены. Вот до конца, если говорить, вот, допустим, как у нас есть порядки, есть законы, есть приказы. Там до конца этого нет. То есть, как это будет завтра, как реабилитационный центр будет работать послезавтра, этого нет. То есть, и вот для этого как раз вводятся договорные отношения, которые, ну, помогают, они обращаются к нам, и мы говорим, вот, в данном случае надо так-то сделать. Или там привозят человека и говорят, что-то человек у нас неправильно там себя ведет, проконсультируйте, пожалуйста. Мы консультируем. Как мы можем проконсультировать, если у нас нет договорных отношений, если у нас, как бы, мы вообще понятия не имеем, что есть такие центры. Нет, что есть такие центры. Они же не заявляются. Почему на ваш взгляд они не идут? Это просто изначально шарашкины конторы, которым просто неохота светиться, и поэтому они не идут на контакт с вами? Еще раз говорю, не проработаны правила игры. Кто должен сделать? Правительство должно прописать это? Правительство Российской Федерации, конечно. А кто же еще должен? Но, может быть, не поступает вы, как главный внештатный нарколог в Алибусской области, не поступает? Я вам, как минимум, говорю о том, что вы задаете самый настоящий провокационный вопрос. Конечно же, на протяжении всей жизни, всей работы, многие главные наркологи, вот те, которые с моего возраста работают, мы неоднократно ставили эти вопросы, серьезные вопросы перед и Минздравом, и перед, я имею в виду, Российской Федерацией. Но до сих пор вот девственных правил, по которым бы мы работали вот по этой социальной реабилитации, их просто нет. Вот и все. Это же не от нас зависит, а зависит от тех людей, от тех, кто принимает законы. Понимаете? Вот есть антинаркотическая политика, да? Там вот четко определено, что делаем мы. Что делают вот эти центры, которые должны быть вроде бы в Министерстве социального развития, да? И, мало того, в Министерстве социального развития тоже, ну, как бы готовы к тому, чтобы их взять под крыло. Но сами эти центры не желают уйти под это крыло, не хотят идти под это крыло. Вот. И как быть так, чтобы вот в момент его организации обязать их, чтобы они шли? Ну, они идут на нарушение закона, и все. Владимир Васильевич, вот вы говорите о том, что нельзя уговаривать, да, человека, там, будешь ли... Я говорю, закон говорит, я, если бы говорить, вот, быть по эту сторону баррикад, как говорится, сделал так, как во всем цивилизованном мире сделано. Вот те наркоманы, те алкоголики, те люди, которые не хотят лечиться, первое, которые бегают, воруют от своей семьи и прочее, значит, во всем цивилизованном мире они сразу же околоточным приводятся в суд. И суд в течение 15 минут определяет, что ты алкоголик, ты не врач в белом халате, не милиционер, а судья определяет ему сразу же в течение 15 минут. Я просто был на таких наркосудах, там не только этого касается, не только наркоманов, это касается и алкоголиков, это касается и душевнобольных, кстати, во многих странах. И суд определяет ему правила игры в присутствии прокурора, здесь же есть психолог, здесь есть... Но это мы говорим о опыте работы, вот том, который мог бы быть, и тогда вот этих бедолаг не пришлось бы удерживать. Понимаете, о чем я говорю? Суд их обязал уже там находиться и удерживаться. Вот и все. И здесь не было бы никакого психологического воздействия, когда судебное решение каждый раз вот этому наркоману показывалось. Ты видишь, что ты имеешь. Будь добр, да. А если, ну, допустим, он избегает этого, не там убегает с этого реабилитационного центра, я вот в Польше видел таких наркоманов, которые рассказывали, что они бегали, то он тут же излавливается, и ему, ну, вот благодаря силе власти, значит, делается какое-то, значит, такое вот уже силовое внушение. То ли он там определяется в тюрьму, то ли он там подвергается, ну, не 4 тысячи рублей, а штрафу, допустим, 5-10 тысяч евро или долларов, да. И он начинает тогда верещать, а где я их возьму, там, эти доллары, да. А ему говорят, пойдешь и будешь отрабатывать там, как положено, у тебя же реабилитация должна быть. Ну, вот есть какая-то система, вот. Но мы говорим о том, что вот на сегодняшний день у нас, к сожалению, вот до конца такой системы нет. В наших реалиях, вот мы же понимаем, что чаще всего в эти центры родственники привозят. Ну, мы давайте про нашу, про медицинскую поговорим. Вот сейчас хочу как раз вас именно с медицинской точки зрения спросить. Мы понимаем, что родственники сейчас стараются наркомана, алкоголика вылечить, привезти куда-то. Значит, не сомневаюсь? Да. Перебиваю вас. Не сомневаюсь, что там, в этом центре, так называемом, были заявления родственников. Не сомневаюсь. Были заявления самого наркомана и какой-то договор с этим центром. Не сомневаюсь. Вот и все. Ну, а как все-таки родственникам, на ваш взгляд, сейчас быть? К вам обращаться только в наркологический диспансер или, не знаю, самим какие-то курсы проходить и дома пытаться человека привести в чувства? Значит, Минздраву определены правила. У нас есть центр, в котором обращаются и наркоманы, и родственники. Если они хотят лечиться анонимно, никто им препятствовать в этом плане не будет. Мы лечим точно так же анонимно, потому что многие говорят, что у нас центр, где лечится анонимно. Ну, как вот, сейчас, если пойдет, ну, как бы, вот, разборки судебные всякие и прочие всякие вещи, какая там анонимность и фамилии будут известны, и все будет известно, да? А если делать это цивилизованно, прийти, изъявить желание лечиться у нас, это будет на самом деле анонимно, и никто тебя, как говорится, не тронет, и ты будешь спокойненько лечиться, и грамотные врачи, грамотные психотерапевты, грамотные психологи будут с тобой работать. Там, как, значит, вот, говорит наша программа «Медицинский дом», это программа длительная, оригинальная, модульная, где вот поэтапно, ну, они все, как правило, эти программы на 12-шаговой методике в мире. 12 месяцев или больше? 12-шаговой методике. Месяц, это зависит от того, насколько поражен головной мозг, насколько быстро человек зависимый, значит, определяет для себя, болен он или не болен. То есть я алкоголик и наркоман, или я не алкоголик и не наркоман, и я здесь нахожусь случайно, несмотря на то, что он уже жил там и в подвалах, и пропил все то, что можно было пропить в семье, и детей не воспитывает. Но он все равно лучше, чем вот те, которые здесь. И я с ними находиться не хочу, потому что я еще не алкоголик, не наркоман. Вот эту анозагнозию, как только преодолеешь, так можно говорить о том, что с сегодняшнего дня лечение началось. То есть анозагнозию мы иногда преодолеваем в течение полгода-года. То есть человек не признает себя наркоманом, убегает, потом родственники или сам приходят назад и говорят, да, я сорвался, я опять хочу лечиться. И так вот лыком мочало, начиная сначала в течение многих-многих-многих месяцев, иногда лет, пока или не остановится, или не наступит реальный итог смерти. Какая бы рекомендация от вас была именно родственникам, где категорически не хочет лечиться, хотя по всем признакам он наркоман, и реально от него люди страдают в семье? Что нужно сделать? Как его привести к тому, чтобы... Ну, вы знаете, вот иногда и рекомендации не дашь, потому что любовь к своему чаду, любовь к зомби, а это зачастую зомби, когда, допустим, уходит мама там или папа из кабинета, они, ну, как бы сразу же забывают, что у них есть родственники, которые желают им там добра, и ради того, чтобы вырваться, как они говорят, на волю, вот, они... все, что угодно. Как раз вот здесь эти случаи. Если у нас отказывается человек, да, мы тоже не давим психологически, мы отпускаем, и все, но работу надо построить так, вот даже при том, что мы сегодня имеем, да, законодательство, вот так, чтобы человек согласился на лечение, вот и все. А как бы вот иного, к сожалению, у нас нет пока. В процентном соотношении сколько вот таких отказников, которые вот уходят из тех, которые приходят лечить в результате? Ну, если с ними не работать, то это 100%. Ну, вы же работаете, вот вы работаете, вот пришли к вам 100%, сколько в результате работы могут отказаться и сказать, все, не хочу, и я пошел? Вы очень упрощаете, потому что работа, она начинается задолго до того, как он поступает в центр. Если работу не начинать до того, как человек поступает в центр, и с ним не разговаривать, не провести там обследование психологическое, психодиагностика так называемая, то да, он уйдет, но если у нас человек поступает в центр, как правило, ну, минимум 95% никуда не уходит и продолжает лечение. То есть мы делаем, это не отбор, это определяем мотивацию на лечение. То есть если у человека есть мотивация, с ним можно работать. Если мотивации нет, то здесь должен работать другой механизм, должен быть, значит, механизм понуждения через государственные понуждения, то есть через наркосуд какой-то, через какие-то вот такие механизмы, ну, которых у нас нет пока. Ну, есть ли посылки к тому, что они появятся, вот на ваш взгляд, там, где-то, ближайшие 5-10 лет, или пока еще рано об этом говорить? Это опять вопрос не ко мне, это вопрос, вот, к чему вы... Вы же все равно видите ситуацию, вы тем более больше владеете, вы общаетесь с Минздравом, они, например, не знают. Не могу сказать, ну, откуда я могу знать, если я вот пока работаю, ставим мы этот вопрос в нашем сообществе, а он не идет. Ну, откуда я могу знать? Те люди, которые хотят лечиться и лечиться, они должны получать высококвалифицированную помощь и должны выходить из этого состояния. А которые не хотят, они должны идти к суде, и суд должен им определять год, полтора, два года лечения, ну, чтобы человек знал, что за ним висит дамоклов меч. Вот такого у нас нет.